Добрый вечер, дорогие друзья! В этом очевидна сложность собираться на экспертов этой дискуссии, поэтому сегодня у нас последний разговор перед тем, как мы снова соберемся в сентябре. Единственное, что выпущено в эту пятницу, у нас померится некция «Вальни Снегова», она про мир в Сахаровском центре. Это про правый популизм, про правых политиков, которые сегодня побеждают в самых разных странах мира. Сегодняшний разговор посвящен нашему тяжелобольной системе здравоохранения, про которую я вначале хотел бы сказать следующее. Уже диагноз поставил? Не все согласны, очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, если… В связи с того, с какой точки сказать? Как рассматривать? Значит, самое первое, что говорят, когда как-то пытаются диагностировать состояние системы здравоохранения, это продолжительность жизни, которая, конечно, зависит не только от нее, но и от образа жизни, который перевешивает в той или иной стране, в том или ином обществе, но и во многом от системы ранней диагностики и лечения современных заболеваний. 20-21 века сердечно-сосудистой системы никогда не буду распространиться, в какой-то системе обстоят дела. Все понятно и с продолжительностью жизни, и с системой ранней диагностики. Особенность здравоохранения, в отличие от других социальных свет в России, в том, что в ней не было настолько же резких и очевидных преобразований, реформ, какие наблюдались в образовании, в пенсионной системе, в целом, в социальной политике и так далее. То есть здесь скорее реформы наносили такой ползучий характер. Сегодня мы его тут чуть-чуть подкрутим, завтра здесь, послезавтра срежем финансирование амбураторной системы первичной, первого звена, послезавтра какие-нибудь больницы объединили друг с другом и так далее. Еще один тезис, тоже может быть спорный, что преобразование в последние лет, наверное, 5-7, ну то есть уже после года была внедрена в таком достаточно крутое в виде системы медицинского страхования. в последние годы преобразования в основном сводились к бюджетной экономике. Началось это движение в регионах сначала, когда основные траты на здравоохранение оказались на региональных бюджетных. В первую очередь сокращать больничную сеть и сеть поликлиник должны были не самые богатые регионы, а в областях типа Псковской в средней полосе России, где еще и сокращающееся население. Это временами приводило к тому, что, допустим, зимой для того, чтобы добраться в поликлинику или больницу, люди были вынуждены прибегать там крайним разным мерам, ложиться на рельсы, когда это еще совпадало с тем, что юг не нужно масла, не местные поезда и так далее, и так далее. В последние 2-3 года этот тренд добрался и до богатых регионов типа Москвы и Московской области. Процесс проходил достаточно глубинно, но мы видим и дальше надеюсь, можно обсудить, к чему он ведет. Если здесь в этом процессе рационализация или только лишь стремление бюджета сэкономить на здравоохранение, это вот один из вопросов, которые я хотел бы нашим сегодняшним спикерам адресовать. Но я думаю, что, наверное, большинство разговоров о медицине строится через такую квазимедицинскую технологию, и вряд ли тут мы будем оригинальны. Но разговор хотелось бы построить следующим образом. я просил бы вас вначале сказать что-то о симптомах того состояния, в котором вы нашу систему здравоохранения сегодня наблюдаете, и закончить, так сказать, описание этих симптомов каким-то диагнозом. Что эти симптомы означают? Симптомы могут быть и наблюдаемыми, когда кашля нас в голову падает, так и какими, которые вы видите в результате анализа, то есть условно вот такого рентгена, просвечивания этой системы. То есть первая часть нашего разговора было бы хорошо, если бы мы рассудили симптоматику и диагноз. А во второй части, по второму кругу, когда мы будем рассказывать, что-то вроде предлагаемых методов лечения ситуации. А в третьей части, раз уж есть диагноз, то нужен и прогноз. То есть как будет данное заболевание или не заболевание, здоровое состояние может быть, как оно будет протекать дальше, если лечение окажется не таким, как вы предписываете, а ситуация будет развиваться, так сказать, по накапам. Примерно в той же логике, в какой она развивалась в последние годы. То есть, еще раз, первая часть разговора – симптомы плюс диагноз, вторая – лечение, а третья – прогноз. Теперь, значит, еще такая наговорка. Система здравоохранения – это не только собственная медицинская система, больницы, полюбленники, страховщики, которые в этой системе участвуют и так далее. Это еще и мы, как пациенты. То есть, многое зависит от того, как мы себя ведем, когда мы приходим к врачу, каков у нас вообще образ жизни и так далее. И третья, как бы, составляющая вот этой системы в широком понимании – это еще и система управления здравоохранения. Вот, значит, среди наших сегодняшних участников по разговорам, которых я подробнее представлю чуть ниже, как мне кажется, Евгений Шрямович Гантмахер очень хорошо понимает не только то, как устроена медицинская система в устном смысле слова, да, то есть и врачи, и больницы, и полюбленники, но и как функционирует ее контролуправление, что в головах у людей, которые отвечают за то, как эта система работает и что с ней… Это вот это самое сложное, что в головах… Это надо будет посетить аналогов… Это уже взял… Вам уже взял… Вам уже взял… Вы знаете, пару дней назад у меня Кучкарева, который должен был ответить. Так, ну и еще тут было соображение, что для того, чтобы разбираться в головах чиновников, в отвечающих за здравоохранение, нужно быть психиатром. Это я, Евгений Шрямович, ваши слова звучит. Вот, это как бы один угон был. Юлия Коншинилитова, наоборот, скорее удерживает вот фокус домохозяйств и занимается не исследованием, не исследованием системы здравоохранения как таковой, а исследованием того, как домохозяйство реагирует на то, как меняется система здравоохранения, каковы их стратегии адаптации, приспособления, выживания в той ситуации, перед которой их, значит, система здравоохранения сам. И я очень надеюсь, что Юлия будет удерживать этот фокус разговора, особенно поведение домохозяйств не в крупных там или столичных регионах, а в малых городах и поселениях. Павел Воробьев – настоящий медик, врач, я не знаю, как это правильно говорить. И Лариса Попоновича профессионально занимается экономикой здравоохранения. То есть немножко такие разные фокусы у нас будут. Итак, первый круг – симптомы и диагноз. Да, и, значит, я ещё хочу сказать, что текст этой нашей беседы можно будет прочитать потом на сайте Фонда Игора Гайдара и на сайте Делка Ру. Да, значит, первый круг – симптомный диагноз. Евгений Шлемович Мачете. Евгений Гаркмахер, член ДВИ, замдиректора МФМОРа. Ну, конечно, если вы заявили, предупредили, что надо по симптомам, я бы прочитал, как медицинские анциклопии, нашёл бы какое-то заболевание, я тут сидел и короточно думал. Ну, с чем сравнивать, да? ВИЧ-спит, вроде бы, пока неизлечима. Да, там лихорадка. Ну, знаете, мне пришло, наверное, в голову… Диверий онкопольный. Наверное, да, да. Нет, нет, ну, если я без шуток, то, возможно, я, ну, Павел Андреевич лучше, конечно, знаю, но он профессионал. Мне кажется, наша система здравоохранения напоминает… Знаете, вот есть такие заболевания, когда человек рождается, и он, в общем, в таком же росте, габарите остаётся до самой старости. Да? Росту примерно один метр, ну, соответственно, вес. То есть, ну, как бы… Вот маленькие люди, да? Есть такое понятие, прикорректное. Маленькие люди. Ну, почему я об этом говорю? Потому что, ну, с моей точки зрения… Знаете, это маленькие люди, которые живут в мире больших людей, нормальных. Вот нас с вами вот ходят, какой-то маленький человек, всё поважение к нему, там, работают врачи, самоотверженно всё. Но как-то вот он не соответствует тому миру, который мы с вами, с точки зрения того, как нам помочь, что с нами сделать. Он не вырос. Причём в силу таких достаточно системных причин, вот, потому что при рождении ему навесили очень много родовых травм. Ну, например, ОМС, да, Борис? Ну, ОМС, вообще, от начала 90-х, надо сказать. Но это не несколько лет назад. Просто в начале 90-х, я помню, это было, в общем, на моих глазах. Почему ввели ОМС? Потому что резко упали доходы бюджета, советская медицина, она же в советском бюджете финансировалась. И нужно было найти хоть какой-то источник защищённый, да, чтобы эту нашу медицину поддержать, чтобы было правильно, ввели, по сути, акашинный наук. Вот этот страховой внос, который был тогда введён. Это, значит, просто защищённая часть доходов бюджета, которая у человека должна была идти на поддержку здравоохранения, чтобы было правильно. Но я должен сказать, что тут я просто беседовал, мы все знаем людей, которые стояли у истоков, а расчётов сделано нет. То есть вот обоснованность тарифа, как у нас люди говорят, ну, Лариса, я думаю, знает это лучше, все эти дела. Но это был совершенно случайный тариф, который был тогда введён. И это было, ну, это было типа, вот это много, это много, это мало, денег нет там и так далее. Ну, сейчас. Да, ну сейчас давай. Вот. То есть такая была сразу же сделана такая родовая травма, потому что бюджет резко упал, ОМС был введён, но совершенно как-то непонятным способом. И потом мы этого несчастного маленького человека попробовали каким-то образом, конечно, привести в какое-то чувство, ну, например, этот нацпроект, заменитый, да, там, здравоохранение, вкачали деньги приличные. Региональные программы потом, которые были, а действительно по оптимизации здравоохранения, ну, по модернизации, да, модернизации. Большие деньги, ну, вы знаете, человек остался маленьким. Да? Или по-русски говоря, это не в Каньякове. То есть деньги куда-то, ну, что-то, да, построили где-то, какие-то оборудования. Значит, значит, почему, почему... А, ну, вот, вот, Лариса... Болезнь Гошейн. Это когда-то карликовость. Да, да, ну, не может вот этот человек, ну, я слово «карлик» не произношу, потому что оно, мне кажется, не политкари. Маленькие люди, они так себя... Диагноз. Они так себя сами называют, надо их уважать. Так вот, коллеги, значит, вот, человека пытаются сделать, 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 но было бы он несчастье, безусловно, потому что люди, которые работают в самом здравоохранении, особенно в первичном звене, при том, что, да, повысили зарплату вот в рамках этого нацпроекта, но они все равно, если так вот посмотреть, есть какие-то энтузиасты, дай Бог, чтобы они работали, ну, в целом, они недовольны своей ситуацией и с точки зрения того, какое их материальное положение, и вообще с точки зрения того, как работает система, в которой они находятся. То есть вот еще один симптом вот этой, собственно, болезни, которая там есть. Ну, да, МРС несколько раз пытались как-то спасти, сделали вот это на канале финансирование, но это ни к чему, собственно говоря, не привело. И сейчас уже, слушайте, ну, мы же прекрасно все применимаем, что никакого страхования медицинского у нас нет. Я не обсуждаю его, просто оно должно быть не должно быть, но признали бы, по-моему, даже Путин где-то там сказал, что если Путин сказал, что у нас вообще страхования нет, это какая-то имитация, да. Поэтому вот у меня диагноз, собственно говоря, в этом и заключается. Он вообще трагический, потому что на самом деле, пока медицина не изобрела каких-то лекарств, но чтобы маленькие люди стали не нормального роста, нормального целосложения. И с моей точки зрения, эта тяжесть заключается в том, что, Борису, спросили, что делать, да? А, хорошо, 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 так вот тебя нас и поставили. Я теперь готов наставить. Мы наставили как кушет, да? Кашель, да? Кашель, кашель. Может объяснить? Вот Павел Иванович, по-моему. Павел Иванович, Академия Российской Академии. Я не знаю, не академия, не академия. Но это будущее. Вы, конечно, меня не пустите, не переживайте. Называется гипофизарный организм. Я не могу это произнести. Вот. Она тоже входит, как и гашет в сельнозавод, и от нее есть прекрасное лекарство, которое позволяет человеку быть абсолютно здоровым, нормальным назначением. Если он это начал принимать в детстве. Если он дожил до определенного возраста, то все знает. Если начал, то значит и остается. Значит, ну, я хотел несколько... Немножко комментариев, немножко своих. Значит, закон об обязательном медицинском страховании принят в Союзском союзе, я напомню. До развала Советской Союзи. Он принят в Духовном Совете РСФСР. Вот. Так что он был до того, как вообще мы стали обсуждать провалы бюджета. Никого отношения к бюджету он не имел. Это просто было навязано нам, иностранными товарищами, переведенное, надерган откуда-то закон, в котором авторы закона, они до сих пор существуют, не очень понимали, что же они там написали. Они, например, никак не могли понять, чем лицензия отличается от аккредитации. И когда в 1992 году пытались сделать первый приказ по введению, собственно, этого закона в действие, то Юлия Михайлова, которая била себя в грудь и кричала на закон, и снова объяснил, разумительно, что за статьи в законе написаны. Вот. Значит, история с тарифом. Мы сидели на заседании в Петербурге, обсуждали тариф. Долго ломали копии, говорили то, все, пятое, десятое. Потом такой знакомый некоторым, Сережа Дурмунов, знаешь его, да? Он встал и говорит, слушайте, а может нам по простому пути пойти? 2,87, 3,62, 4,92, вот 3,6 осталось. Вы можете смеяться, можете не верить, это факт. Да? Никакого другого расчета от этого не было. 8% было в двух регионах. Ну, да. Нет, мы пытались там что-то, кто-то пытался. Да, да, пытались. Никто не понимал, откуда это вообще, как это посчитать. Никаких вообще экономических вещей от этого не было в принципе. Ну и главное, что никто не понимал, это что будет, полностью обеспечивать здравоохранение деньгами, и когда это все понеслось, уже понятно стало, что полностью это вообще никак не обеспечивается. Все это на самом деле оставалось в виде бюджета, и основная доля – две трети денег – это бюджеты, а треть – непонятно на что шло из ОМС. Вот. Но следующий этап, следующий удар, а на самом деле самый большой удар, с которым мы до сих пор не можем справиться, и почему-то про него мы не говорим, это отсутствие у нас в стране системы здравоохранения. У нас нигде не прописано ни в одном документе системы здравоохранения. Система охраны здравоохранения? Ничего не прописано ни охрана здоровья, ни здравоохранения. Ни один документ вы не найдете. У нас есть документ, называется Конституция. И в Конституции какой-то идиот написал, что у нас в стране три системы здравоохранения. Государственная система здравоохранения, частная система здравоохранения и муниципальная. Понять это нельзя. Но дальше, во всех документах, которые до сих пор существуют, это повторяется, наша Конституция священная корова, ее нельзя менять. Поэтому закон об основах охраны здоровья граждан, он не касается частного здравоохранения. Он вообще никак не распространяется на частного здравоохранения. Слава Богу, конечно, страна живет сама по себе, а все остальное сама по себе. У нас нет системы. У нас по стране частного здравоохранения? Да при чем лицензирование? Лицензирование – это лицензирование. А это никакого отношения ни к чему не имеет. Ни одного приказа на здравоохранения нет, поскольку это Росздравный обзор. Поэтому начинается, можно ли финансировать в ОМС и частные клиники, а как это сделать? Но вы не забудьте еще все-таки ту часть, которую сказал. Муниципальная здравоохранения вообще отделка. Эта система отделки никак нигде не описана. И каким образом она относится к государственной системе здравоохранения, никто не знает. При Голиковой сделана попытка перевести муниципальное здравоохранение де-факто в состав государственного здравоохранения. То есть финансирование все переведено на бюджет субъекта федерации. Результат – участковая больница, у которой там страшно подойти, у нее половина зданий была в аренде в местном соходе. Участковая, районная, не важно, да? Значит, как только они перешли из муниципалитета в структуру субъекта, и сказали, ребята, платите бабки. Молчом вам сарай тут представляли. Это не ваш сарай. Заплатите за него. Заплатите за аренду, заплатите за электроэнергию, зато за пятое-десятое. Непонятно, да? Ну, такая структура. Но самое страшное во всей этой истории, еще раз повторюсь, я к этому еще вернусь, это отсутствие единой системы здравоохранения, такой, как есть во всех странах мира, включая Англию или Соединенные Штаты Америки, везде есть национальная система здравоохранения. Она может состоять из разных частей. Она единая система. У нас все наоборот. Я, наверное, тебе говорю, тоже. Если попозже, директор института коммуникации здравоохранения не вышла в школу. Нет, не важно. Еще много чего может быть. Сейчас я выступаю ей как директор института коммуникации здравоохранения. Я хочу... Хорошо, хорошо, хорошо. Вообще, в любом случае, общественное здравоохранение – это как всегда система договорных отношений общества с государством. Общественная система здравоохранения имеет главные две функции всего лишь. Это делать так, чтобы человек в результате болезни не стал нищим, как называется, финансовая защита. И сделать так, чтобы общественное благо, на которое общество собирает деньги, распределялось справедливо. Все остальные функции общественного здравоохранения – прозрачность, качество и эффективность – очень важны и повторить. Вот главное, что должна делать общественная система здравоохранения – это справедливо, независимо от того, богатый ты или бедный. Если с тобой случается беда, то ты не должен стать нищим, не должен выпасть вообще из системы общественных отношений. И ради этого общество скидывается самым разным способом. Почему там система здравоохранения классифицируется по-разному? Потому что собрать деньги можно самым разным способом. Из бюджета, из обычных налогов, из специальных окрашенных налогов. Каждая страна, в зависимости от своих привычек, от своих культуральных особенностей, выбирает ту или иную модель. Что самое главное в этой модели? Там должны быть механизмы обеспечения вот этих главных функций и остальных тоже. Для того, чтобы их обеспечивать, нужно прежде всего ответить на три главных вопроса. И на эти вопросы отвечает любая нормальная функционирующая система здравоохранения. Что это за вопрос? Кто? Когда? При каких условиях? И сколько получает за счет общественных источников? И все остальное он не получает из общественных источников. Начинается с больного. Кто? Имеется в виду все ли и при каких условиях? Начинается с больного система. С государства, а с больного. Ну естественно. Начинается с человека. Основной вопрос в этой системе, она выстраивается с обществом таким образом, что договаривается кто, что и при каких условиях будет получать за счет общественных источников. И отсюда возникает, естественно, возможность сбалансировать любую систему. Опять же, если мы выбрали, например, страховую систему, то первое, что мы должны были сделать, это опять же ответить уже на пять вопросов страхования, пять признаков страхования, которые должны были быть в этой системе. Определенность в том, кто является получателем, определенность в том, кто за них платит, определенность где, когда они это получают, и самый главный принцип страхования, принцип нуля. Мы собираем денег ровно столько, сколько нам нужно выплатить на наши обязательства. Поэтому все мировые системы, в которых из-за научно-технологического процесса расходы на здравоохранение растут на два процентных пункта быстрее роста ВВП, это общее правило. Они сейчас очень здорово озабочены тем, что сохранение этого тренда расходов при сохранении объема обязательств «Невозможно!» приходится пересматривать вот эту самую матрицу, кому что при каких условиях, чтобы сбалансировать этот самый принцип нуля, чтобы знать, сколько денег нужно собрать, чтобы обеспечить своя решение. Что в России? И вот это вот главная диагноз системы. С самого начала, когда ввели систему ОМС, то в программе «Государственные гарантии» написали «Все всем даром». Когда в 2010 году приняли новый закон об ОМС, сделали еще более хитрую вещь. Если раньше «всем» означало гражданам Российской Федерации, и так определялось только гражданам, то сейчас в нашей системе застраховано все, что движется на территории Российской Федерации, кроме мигрантов ближнего зарубежья. Кроме ИГИЛа, запрещенного. Кроме ИГИЛа, да. Если ИГИЛ не представляет высокооплачиваемых иностранцев, иностранцев, и люди без гражданства, и те, кто платят, и те, кто не платят. В системе застрахованы все. То есть сразу мы говорим, что первый страховой принцип вообще не соблюдается. Мы не знаем, кто является получателем. Неопределенность. Открытый список застрахованных. Второй вопрос. Если раньше, когда в систему ОМС поступали страховые взносы за работающие население, мы могли точно сказать, вот за этого человека платит администрация, если он не работающий, за этого платит работодатель. То сейчас, в 2010 году, ушла система привязки плательщиков застрахованных. Застрахованы одни, платящих сам по себе, и никто не может сказать, заплачено за этого человека, который пользуется благами или нет. То есть нарушен второй принцип страхования. Да, сохранился важный принцип, типа один год. Вот как бы на год мы должны что-то считать. Но четвертый принцип, где, тоже нарушен. Потому что формально есть право выбора медицинского учреждения. То есть вы не знаете, кто, вы не знаете, заплачено ли за него, вы не знаете, где он получит медицинскую помощь, а тарифы на медицинскую помощь могут сильно отличаться. У меня есть данные о 38 раз отличие тарифов на медицинскую помощь между субъектами. Какая определенность может быть в объеме финансовых средств для выплаты? Никакой. И самое главное, опять же, принцип номер. Программа государственных гарантий абсолютно не конкретно, начиная с 1997 года, когда она стала постановлением правительства Российской Федерации. Там написаны виды медицинские помощи. Но ни один из видов не конкретизирован до конкретных услуг или манипуляций. И вы никогда не знаете, что вам положено бесплатно, что вам положено платно. Госпожа Моликова пыталась ограничить объем обязательств стандартами медицинской помощи. Врачам рассказывали, как только будут введены стандарты, у вас получится зарплата в 5 раз вырастет, вообще деньги в 5 раз вырастет. Короче, когда просчитали, сколько нужно на реализацию, в общем-то, никому не нужных стандартов, потому что те стандарты, которые у нас разработаны, не приспособлены для того, чтобы по ним лечить. Это оптовый магазин, где нужно набрать своих продуктов для того, чтобы сварить вот самый пирожок, который вам нужен. И только профессионалы смогут его сделать из того набора, который стандартный. Но если просчитать стандарты, то денег нужно в 5 раз больше, в 7 раз больше даже. Испугавшись, мы отошли от стандартов, сейчас мы говорим про протоколы лечения. В результате получается, что у нас с вами гарантии остались прежними. Все, все, за даром. А вот финансирование не увеличивается. Но здесь есть еще более хитрая вещь. Мы с вами привыкли и часто слышим, что в России плохо финансируется здравоохранение. Вот я могу вам сказать, что это не так. Оно финансируется неплохо. Мы на 43 месте из 214 стран по объему подушевого финансирования здравоохранения. В структуре бюджетных расходов, расходы на здравоохранение 10%. Это столько же, сколько на обороны, между прочим. И я хочу вам сказать, что самый большой процент расходов на здравоохранение бюджетных расходов в США в Австралии – 15%. Там государства мало. То есть у нас с вами предельная планка государственных расходов. И здесь проблема в том, что мы не контролируем все, что происходит из нашего кармана, потому что у нас с вами нет ясности в отношении того, что нам государство обещает. Вот этот пузырь обещаний, не подкрепленный никакими расчетами и никакими контрольными нормальными действиями, не прозрающий. И является главной проблемой нашей с вами общения системой здравоохранения. Мы не знаем, что нам положено, и нам оттуда врачи могут втюхать все, что угодно. Даже если они нормальные, они тоже хотят жить, потому что они получают за каждого больного, они так выстроена система оплаты, что они за пришедшего получают. Чем больше вы приходите, тем больше денег у них есть. Это нормальная история. Поэтому, если говорить о диагнозе, то я бы говорила о том, что это паранойя слепоглухого, который очень много разговаривает, но ничего не слышит и ничего не видит. И при этом у него, очевидно, с сознанием большие проблемы. Он переоценивает свои собственные возможности. Юлия Кашеменникова, тоже высшая школа экономики и фонд экономики. Это, так сказать, исследовательская школа Самона Каевича. Когда у нас было? Ну, если мы проводим аналогию системы здравоохранения как больной, да, и ставим диагноз, то мне хочется сказать о том, что система здравоохранения не существует в принципе. У каждой системы здравоохранения есть свои проблемы. Я помню, там, лет-десять назад делала некое исследование такое кабинетное по защите прав пациентов в других странах. И вот в Великобритании пишут, например, есть такой, там тоже доклад, пациентские организации подготовили. Вот у них актуальная проблема того, что совмещенные палаты, мужские и женские оборудования. И этот вопрос там еще давным-давно был вынесен прибористами, когда шли в парламент. Но так и не было решено. Ну, то есть как бы идеальной системы здравоохранения нет. И здесь говорилось, предыдущие выступали еще говорили, о таких проблемах как финансы. Неправильные организации, да, вот как они финансируются, ошибки людей, которые изначально проектировали эту систему на заре Российской Федерации. И, наконец, пробил их в законодательстве. Но я бы хотела добавить еще одну вещь. Мы смотрим обычно на систему здравоохранения как на некий объект. А на самом деле она является объектом. То есть система здравоохранения, по сути дела, это такая корпорация профессиональная. Основная цель которой освоение искусств определяемых. Поэтому, как уже было сказано, расходы на систему здравоохранения во всех странах, независимо от этого богато или бедно, они всегда растут. И вот этот фактор того, что сама система здравоохранения, медицинское сообщество, организация профессиональной работы врачей, она такова, что даже самые идеальные задумки реформаторов, чиновников, разработчиков законопроектов, они, когда начинают реализовываться, получаются совершенно нечто другое. И есть такие вещи, которые, в принципе, невозможно решить ни финансированием, ни какими-то там жесткими регуляторными мерами. Например, есть такой медицинский факт, скажем, приоритет человека медико-профессионала, который работает. Врачу, если он хочет профессионально развиваться, ему интереснее работать в стационаре, желательно в крупном, где есть коллеги, где есть тяжелые и сложные случаи и так далее. То есть речь идет не о том, что он больше зарабатывает, а просто он совершенствуется как профессионал. Если же он устраивается работать терапевтом в поликлинике в сельской местности, то это означает его неизбежную профессиональную реформацию по сравнению даже с людьми. Поэтому, естественно, у нас происходит такой отбор негативный по качествам врачей и, соответственно, предоставляемых медицинских услуг в сельской местности или в крупных городах. Есть такой еще момент, как сокращение в сельской местности в основном. У нас тут так называемая оптимизация здравоохранения. Тут есть одна сторона негативная, сокращает это плохо, но другая сторона, она тоже негативная, но, скажем, цвет не черный, а серый. Это то, что, например, вот у нас отдельный дом в маленькой центральной районе больницы. Небольшой район, допустим, там на 10 или на 20 тысяч человек. Сложных родов там очень мало. Состояние помещений очень плохое, не соответствующее санитарным требованиям. Соответственно, у чиновников, которые занимаются внутренним решать вопросом, что с этим делать? Либо закрыть, либо оставить так, как есть, но это может вызвать что? В первую очередь, рост молодежеской смертности. И, грубо говоря, когда чиновники решают, что нужно, обычно, закрыть участвовую больницу, или закрыть какие-то отделения в сельской местности, в центральной правоохранительных больницах, там мало нарабатывает большие, то это, как бы, на самом деле, не просто злая воля их, а вот некий очень сложный выбор между плохими и плохими. Наверное, пока все. Диагноз, я не знаю, я не медик. Я не хочу ставить. Диагноз, единственное, что я могу еще раз сказать, что здоровых систем здравоохранения, в принципе, не существует. Да. Да. Поскольку было обещано про сельскую местность, с людьми абсолютно все криво. Да. Проехав на машине шесть раз от Москвы до Магадана, до Сахалимина… Ну, в принципе, мы как раз… Вот, ехав с формы, на коммунике, мы как раз с сельской местностью… Ну, да. Ну, непонятно. Пошу ее своими руками. Я ее прошагал, что называется. Значит, смотрите, у нас количество фактов в стране в два раза больше, чем врачей фютшеров работают в течение взятия взятий. Фельдшеско-акушерские пункты, ФАПы. У нас такая есть и единица странная, я ее никто в мире не знаю, что это такое. Значит, родились они при царе Горохе, если я правильно понимаю, царское еще изобретение было, да? Фельдшеско-акушерские пункты вместо врача, которых было мало, да? Зенский врач. В 19 веке. В 19 веке, да, совершенно верно. Появились помощники врача. Или фельдшера, фельдшерицы. Они там очень хорошо артисты, все это известно. Значит, это сохранилось уже сто, ну, считайте, почти 50 лет. Этого мы вообще не знаем. Такой структуры нет ни где. Но еще раз повторюсь, ФАПов, чтобы вы услышали, в два раза больше, чем число врачей и фикшеров на селе, есть и взятых. И каждый год у нас по плану субъект Федерации открывает все новые и новые ФАПы. Модульного типа строят, деньги вкладывают. Там некого работать. И никогда не будет человек, который там будет работать. Сокращать их, закрыть надо и забыть, как страшный сон. Это я, что с ним можно сделать. Смотрите, у нас 40 тысяч врачебных участков первичных домов. 40 тысяч. Та же ФАПы уже относятся иногда к филиалам этих участков. Так вот, на этих 40 тысячах участков работают вот эти самые 40 тысяч врачей. у которых прикреплено население, за которое они опустили. Вот разница между этими участками. У нас с вами 650 участков, где меньше 500 человек. У нас около 100 участков. Подожди. Около 100 участков, где 200 человек прикреплено. И вот за них отвечают. Около 100, даже побольше. А есть 53 участка в России, где прикреплено больше 10 тысяч человек. У нас есть участки, ну очень большие участки, действительно, есть и маленькие, и большие в Москве. Я не хочу брать в Москву. Но кроме Москвы, например, в Новосибирской области есть участки, где врач отвечает за 13 тысяч человек. Потому что нормальный участок по нормативу, который давно уже высчитан, 1800 человек. Там у него 13 тысяч человек, за которых он должен отвечать, пропилактику, делать, на дистанциализацию надеть. В Тульской области 200 человек. И 200 человек, которые обслуживают терапевт Тульской области, он подает сведения о том, что у него умерло 280 человек. Это к вопросу о диагнозе и о том, что происходит как бы вот с проблемой. Мы... в чем еще проблема? Почему я говорю о паранойи? Потому что мы не только не знаем, сколько реально денег в системе вводит, потому что мы с вами не знаем, куда идут наши деньги от страхования, несчастных случаях на производстве кровозаболевания, они должны идти в систему здравоохранения. От ОСАГО, куда они идут и как они используются. От корпоративных программ оздоровления. Но мы с вами не знаем, а на что они идут, вообще каковы проблемы российского здравоохранения. Потому что... А, у нас кривая статочетность. Мы рисуем в зависимости от... Я бы сказала, что у нас больных вообще. Вот. Вот. А второе, у нас действительно люди лечатся где угодно, и статистика у нас всегда очень настраиваемая. Это очень плохо, потому что структура заболеваемости, это совсем... А вот даже структура смертности в России, вы понимаете, абсолютно уникальная. Она не похожа ни на структуру смертности развитых стран, ни на структуру смертности развивающихся, ни на структуру не до разных. У нас... А почему? По сердечной сосудистой смертности и сердечной. Почему? Потому что есть целевые программы, под которые выделяют деньги. Это моя липотеза. Нет, значит, смотрите. Или есть диагнозы, которые отслеживаете, которые не должны учить? Всё тоже, так сказать. И диагнозы не должны быть и правда. Значит, смотрите. У нас есть алкоголизм в стране, да? Да что мы? Правда? Лариса Дмитриевна задаёт правильный вопрос. А у нас наркологи есть в стране? Дело в том, что диагноз алкоголизма может поскать только нарколог. А наркологов у нас нет. У нас есть только, да. Нужно психоз алкогольный, алкогольный. Да, порядка. Значит, если человек пил, 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 топился и помер, то умер от чего? От сердечно-сосудистого заболевания, не от алкоголизма, хотя у него печень там болтается между ног, понимаете? Он умер от сердечно-сосудистого заболевания. То же самое история с онкологией. То же самое с онкологией, то же самое с наркологией. Значит, все наши наркоманы, по статистике Минздрав, сейчас не вспомню, как вы год, по-моему, три человека умерло от передоза в стране. Не сорок тысяч, как считал уволенный в отставку сегодня, а Иванов будет, да, Француз? Завтра что-либо не отдал? Нет, нет. Иванов, ты, конечно, эту наркологию, как Иванов? Да, они давали цифру сорок тысяч, а Минздрав три человека. Ну, потому что не ставился диагноз, понятно, да? Поэтому у нас уникальная перекошенная статистика. Кроме того, Дмитрий Дмитриевич забыл сказать, что, например, у нас объемы оплачиваемой медицинской помощи, значит, почему мы хорошо финансируемся, почему никто не воет из врачей, знаете? Нет? 70-80 процентов приписка. 70-80 процентов. Как только… Все-таки на 70-80 процентов. Как только… Ну, по высоте вокруг этой цифры, то то, что там да. Хорошо, 65. Договоримся. Значит, когда открыли московские власти сдуру доступ людям к своим этим самым базам данных, выяснилось, что всем прошли диспансеризацию, привелись… Прививки в основном сегодня сливаются в унитаз, потому что никто, конечно, не прививает, стураков нет. А все проходит, деньги все списаны, все отлично, по полной программе. То же самое. Ну, основные вот направления переписаны, конечно, диспансеризация, профилактические осмотры, прививки. Но если вы думаете, что в стационарх не приписывали, приписывали… История болезни просто переворачивается, это элементарная вещь… Выписывала… В этом тоже можно жить. Не, начало… Я… 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 Послушайте, я никак не могу ругать врачей или главных врачей за это. Конечно. Они в системе… Им надо платить людям зарплату, им взять нет и деньги. Понимаете? И это ужасно, потому что у нас отсутствует система, и мы вообще не понимаем, что происходит в нашей стране. Просто в качестве дополнения и иллюстрации маленькой. Расскажу случай, который вот я наблюдала несколько лет назад в одном из регионов России. Мы, в том числе, там смотрели, как формируется отчетность медицинской инвестарки. И вот в одной… Это был город небольшой. Вот там есть городская больница, и у нее есть статистика. Форма отчетности, позаболеваемости, смотрелема за два года. Вот один год… Не помню, сколько там, допустим, сто случаев едитососудистой дистонии зарегистрировано. А на следующий год – тысяча случаев. То есть вот как бы едитососудистая дистония, она идет по разделу сердечной сосудистой заболевания. И это как бы такой диагноз, ну, я не знаю, некий, надо сказать, проверить довольно демент. Да? Но он позволяет… Безмирец. Нет, он просто в мире делает. Какой образ. Но это позволяет оформить приписку безболезненно, да, для пациентов. И он еще от нее не помрешь? Да. И одновременно это увеличивает статистику по соответствующей сосудистой заболевания. Слушайте, Калинин, но вы тут, я уже вижу по ФСБ, вы вывалили на публику какое-то жуткое количество всякой фактуры в чернухе. Давайте скажем о главном. Мы говорим о диагнозе. Я тоже могу это чернухе превратить в такую форму. Паранойя. Диагноз заключается в том, что наше общество, оно больно не в смысле даже физиологически. Потому что мы не сформировали наше отношение к собственному здоровью. Вы понимаете, что мы в советское время отдали наше тело советской власти в лице вот этого советского бесплатного здравоохранения. И это продолжается до сих пор в условиях, когда с нас без робот продают деньги в виде вот этого ОМС, так называемого, общих налогов. За нас все решают, вот тут коллеги хорошо сказали, с этими протоколами, стандартами. Я помню, я Коликова, честно скажу, дорисовал на одном листике бумажки вот ровно эти пять раз, что ты, дорогая Татьяна Алексеевна, помахнулась и пять раз попогнулась за портой. Потому что для меня как-то… Вот. Понимаете, в чем проблема? Диагноз он заключается даже не в том, что где-то есть три виски, там, где-то что-то все правильно. Диагноз заключается, почему я сказал, что ребенок еще не родился. Или родился тот ребенок, который, к сожалению, уже свою жизнь практически прошла. Мы сами не поняли, чего мы хотим и от себя, и от здравоохранения. Я помню, слушай, я знаю всех министров здравоохранения, напомню, Сварцов. Это уже как-то не так интересно. Вот Миша Зурабов, нет, не интересно. Миша Зурабов, когда был министром, помню, пришел в Думу. И так вот депутаты стали доставать. Ну, как всегда, к министру здравоохранения есть мой вопрос. Нет, ребята, вы мне скажите, что вы хотите от системы здравоохранения. Вы, как представители общества, абсолютно правильно сказали. Вот общество сидит, вот, 400, сколько их там этих депутатов. Ну, мне, пожалуйста, сформулируйте 50. Вы сформулируйте это имя общества за правоохранения. Потому что система правильно делается. Система живет, она сама поедает деньги, которые туда попадают. Это, естественно, нормально для любой бюрократической системы. Тоже самое, как и образование, и та же самая культура, как и отрасль, которую я производил. Подождите. Понимаете? Поэтому проблема-то, диагноз в этом и заключается, что мы должны как-то, типа, понять глубоко гуманитарный динамин. Можно сколько угодно говорить о долях УВП, Алексей. Действительно, Россия может быть... Не, не, но я говорю, но я говорю, это все не имеет никакого отношения. Главный вопрос. Гуманитарный. Потому что, с моей личной точки зрения, первоохранение сейчас, я сказал так, состояние здоровья нашего населения, это проблема номер один в стране, которая затмливает все. И нашу политическую систему вот эту тоже, мы понимаем, какую урок. И наше государство, которое мы понимаем, инвалид, которые вообще бесконечности у нас уже существуют. Одни какие-то культи остались. Потому что, если не будет, если мы сами не возьмемся за себя, в свой собственный организм, никакого будущего у страны не будет. Как можно проводить реформу образования, как можно налаживать в инвестиционной климате всем своим коллегам доказывать? Какой инвестиционный климат, когда просто реально состоит, довольный, коллеги скажут. Оно просто ужасает. С точки зрения того, даже по объективным параметрам, который известен в нашей климатовой статистике. Я ж помню, вот эта старшительная... Значит, у нас уже теряет лет жизни Гайяна. И чуть-чуть больше, чем в России Гайяна. И чуть-чуть и Казахстан. Да, и соц. У нас уже Китай обошел. Есть соц. У нас уже Китай обошел. Есть соц. У нас число лет потерянной жизни. Да. Для трудоспособности жизни, число лет потери на жизни, число лет жизни, которое можно было бы сэкономить за счет усилий здравоохранения. Потому что есть вещи, действительно. Человек пошел, попал под машину, тут здравоохранение как бы не причёсывает. Да. А есть и это, кстати, я помню, стратегии 2020, которая почему-то в БОЗе. Там как раз разделили здравоохранение. Вот этот анализ абсолютно был блестящий. Было показано, что ребята, вот в чем вся проблема. Поэтому, когда мы говорим идеальности, надо, мне кажется, говорить о месте этой проблемы. В целом, повестки у меня, вот её сейчас нету. И, к сожалению, население не ставит это. Вот фонд Хамовники, в настоящей книге про отходничество. Это написано. Значительная часть нашего населения вообще уже не ходит, даже если есть возможность, люди занимают самолечением, знахарством. Вот, вот, совершенно правильно. Да? Вот. Понимаете, в чем дело? Это, это часть нашего населения. В наших государствах, да, это здравоохранение, да, груза по-прежнему. Потому что надо сэкономить. У нас там вот, надо, есть более полититные расходы в бюджете, да? Это, ну, в бюджете расширенного правительства. Потому что, у нас здравоохранение сейчас нам на канале пришло. То есть, есть оборона, есть безопасность, там всё. Вот это надо. А здравоохранение, смотрите, уменьшается. Не надо. Не уменьшается. Оно не уменьшается. Оно не увеличивается, а должно увеличиться. Оно не увеличивается. Оно не увеличивается. Ну, это мы поговорим о том, что делать. Я просто к чему? Что диагноз, на самом деле, нам, по отношению к нам, а не по отношению к здравоохранению. А у меня вот вопрос. А как Вы, в плане, предполагаете это сделать? Предлагаете референту? Как определить? Вот, Борис у нас ведущий. Да, вот, мы же. Как понять, чему население хочет от системы здравоохранения? Ну, население от системы здравоохранения хочет получить помощь тогда, когда это потребуется. Я же сказала с самого начала. Что такое общественная система здравоохранения? Это система технического обслуживания, когда Ваш сложный, там, сложный автомобиль или сложный ваш организм, сложная машина, сломалась, дает сбой. У Вас должна быть мастерская, врачи, люди, которые не могут Вас насильно сделать здоровым. Если Вы вовремя не придете к нему с проблемами, когда, там, стучит где-то, как бы, где-то, что-то, начинают какие-то проблемы, дальше запустите эти проблемы, Вам придется менять уже весь окрегат. Слава Богу, сейчас в мировой системе здравоохранения можно напечатать новые органы, можно много чего сделать. Медицина ушла так далеко. Мы с Вами, на самом деле, вот здесь сидя, обсуждаем, какой должна быть телега, сколько у нее должно быть колес, какого цвета и сколько лошадей остались, когда ее смеют. Медицина давно едет на совершенно другие транспорты. Медицина, абсолютно аналогичные проблемы. Ничего подобного. Обсуждается система новых технологических достижений, они внедряются кроме того, что в Клинике Шарите, да, Берлин, известный Клиник. Все, помните? Не туда скажем лучше. Где вообще все? На местной шее Клиника. Конечно. Вот они заняты проблемой отдаленных территорий в Германии, которые лежат в сторону Балтийского моря. Там то же самое, что у нас. И как они прямодельно решают? Телемедицина для этого есть? Вот они с трудом у них запрещена телемедицина в Германии, да, чтобы было спокойнее. Вот они пытаются каким-то образом видеть проекты по отдельным мазологиям, что в телемедицинской деле. Поэтому, говорите, езжайте в Норвегию, посмотрите, что в Швеции, что в Финляндии. Там все то же самое. Да и Ванга, я уверен, я там далеко не заезжал, а этих стран у меня все объедут. Идеальных проблем нет. Идеальных проблем нет. Да, да. Вы просто говорите о том, что они все ушли, а мы где-то далеко. Это что же не правда? Они ушли. Они ушли, по крайней мере. Ученые. Ученые. Товарищ ведущий, прекратите бардак. Путин. Я хотел попросить Юлию, раз уж мы говорили о населении, сказать немножко о, собственно, о знахаростной стратегии к самолечению и так далее. Что делает приседение в ситуации, когда инфекционская помощь становится менее доступной? Давайте, может быть, я просто вначале немножко расскажу про само исследование, чтобы было понятно. Мы в лаборатории муниципального управления Вашей школы экономики в какой-то момент решили понять, как вообще, что происходит на местах. И ездили по маленьким городам и сельской местности с моими коллегами и просто смотрели, куда люди обращаются в случае проблем со здоровьем. Вот что для них является источником информации, помощи медицинской и так далее. А потом уже в какой-то момент решили более прицельно посмотреть на то, к кому обращаются люди помимо системы здравоохранения. И у нас изначально была гипотеза, что чем хуже ситуация с здравоохранением официальным, тем больше люди идут к каким-то альтернативным агентам, знахарям и так далее. Но мы взяли один регион в Пермский край и посмотрели в сравнении ситуацию в населенных пунктах разного масштаба от маленьких деревень до город-миллионников. И получалось, что нет. Получается, что в сельской местности люди, если у них нет никаких источников официальной медицины, как, например, ФААП хотя бы, или, там, не знаю, участковый врач приезжает раз в месяц, то у них и другие какие-то альтернативные способы, и агенты, предлагающие товары и услуги альтернативные, они не развиваются. Получается, что левш роста, ну, не лечится никак. И, на самом деле, если мы посмотрим статистику, у нас же смертность и средняя продолжительность жизни насилия гораздо, ну, там, на несколько лет меньше. И газеты читают, где написаны рецепты от всех болезней. ЗОЖ называется. Да. Газеты читают. Но, понимаете, чтобы читать газетку в сельской местности, можно ее и докупить. Вот. А если у них нет почтового отделения, ну, да, единственный телевизор. Малахов плюс это самое. Вот. То есть, на самом деле, Малышево. 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 Вот. Но, в целом, как бы, на самом деле, для человека, для обычного, вот, нету разницы особой, к кому обращаться. Скажем так. Малышево. во многом это зависит от личного, отличного опыта. Если у человека будет перед этим негативным опытом, или его семьей, негативный опыт обращения к врачу в обычной поликлинике или с пациентами, то дальше он начинает искать какие-то другие способы. Либо он ищет параллельные какие-то способы. Вот. И, хотя, конечно, когда мы говорим про альтернативные источники поддержания здоровья вспоминаются, в первую очередь, магии, на самом деле, можно назвать три основных источника, они совершенно другие. Это аптеки, это средства фасовой информации и это религиозная организация. В первую очередь, русско-православная церковь. А церковь что? Благотворительная? Благотворительная помощь, но на самом деле благотворительная помощь русско-православной церкви в том, что касается, в той части, которая касается вопросов здоровья, развита слава по сравнению с, например, с помощью со скрестными школами или там, с помощью детям. То есть сайтологи какие-нибудь еще? Нет. А что там? Но, с другой стороны, в русско-православной церкви есть множество ритуалов, за голодание добровольное пожертвование, которое позволяет людям почувствовать, что они вот что-то каким-то образом лечатся. Это правда. А все психотерапии что ли? Ну как? И ведь помогает. И знание и веса. Да, знание и веса. Так далее. Поклонение различным что-то порнам и куконам. Окунание в прорубь. И так далее. Светая вода. Плюс к этому есть еще на самом деле рынок сельной медицинской продукции, хромосептической, как я называла ее. Это различные мази, сладобья, страдебные сборы, которые не проходят никакой официальной регистрации, проверки сертификации, продаются церковные лапы. А как Германия, Юля? Как Германия? То же самое? Паша? Германия то же самое? Что? Ну вот то, что Юля рассказывает в Азии, конечно. И люди вместо того, чтобы ходить. Значит, Германия, Российский, вы задали вопрос в углу, я бы отмечу. У них гомеопатия чуть не половина всего рынка. Гомеопатия это то же самое, что святая вода, окунание в прорубь, молитвы, иконы и так далее. Это все из той же степени. Помогает? Да, конечно, святая вода всем помогает. Что касается объемов рынка, просто чтобы было понятно, по всем крупным рекам и магистралям у нас движутся непрерывным потоком всякие люди, которые зарабатывают на этом деньги, они приезжают в деревню, вешают объявления, что значит чудный человек принимает там и так далее, и вся деревня сносит бабки, он их собирает и едет в следующую деревню. И так вот все лето это передвигается так, как артисты занимаются чёсом абсолютно. Правда, говорят, что у некоторых, это неважно, есть там врач, нет врача, это все равно работает. Правда, некоторые доктора мне утверждали, и феншера, что люди накушались однажды, уже вроде бы, но мне кажется, что это неправда, на следующий год смогу все принесут. По самым деликами. Ну, другие, да, с другими приговорами. Значит, рынок БАДов у нас примерно равен рынку лекарств, да, БАДы это... Да нет, это да, да нет, да нет, ну, не важно, все равно это очень много, это колоссально. Значит, если мы возьмем акулаторное звено, они примерно равны. Если мы берем оттуда онкологию, которая, собственно, не у нас в сенозологии и так далее, стационар, то это будет примерно одно и то же. Не забудем про огромное количество приборов, которые направо и налево, да, продаются, то есть это все тоже... Ну, это во всем мире. В Америке все это есть. Это не нужно делать что-то у нас. Я поэтому говорю. Но то, что альтернативная медицина у нас существует, она никакой функции не несет, но деньги и здравоохранение вынимают. Это безусловно. Кстати, это очень тяжелая проблема, потому что, вообще говоря, уровень самолечения в России действительно недопустимо высокий, и во многом мы виноваты в этом сами, потому что 80%, ну, около 80% нашего населения, независимо от возраста, местопроживания, благосостояния, образования, верят тому, что говорит телевизор. Вот то, что есть телевизор, то в жизни есть. Нет телевизора, этого нет. Поэтому, когда мы с вами начинаем говорить о ошибках врачей, о том, что они там убивают, о том, что они у нас плохие и так далее, да, то, естественно, формируется сразу отношение к медицине, которая уже заведомо программирует их то, что врачи не хотят оставаться в профессии, потому что, ну, кому интересно, никакого престижа профессии нет. И больные не верят нашей медицине, а другой у нас с вами нет. Они, в результате, собирают деньги, едут за границу, туда вывозятся, никто не знает сколько по разным оценкам до 50 миллиардов долларов. Это вообще дикие какие-то деньги. Они вывозятся туда. Благотворительные моды работают туда. И здесь это просто закрывает возможность дальнейшего развития системы здравоохранения. А ведь у нас, если реально посмотреть, опять буду к фактуру говорить, да, у нас с вами полтора миллиарда контактов с медицинской сетью в год. Вот на круг. Полтора миллиарда контактов. Если верить суммарно всем нашим правоохранителям, страховым компаниям, всем министерствам, куда жалуются люди, то общее число жалоб будет около, ну, может быть, там 10-20 тысяч на полтора миллиарда. Вот это жалобы, в которых, может быть, были какие-то дефекты. А шуму вокруг них столько, что люди думают, что в 90% случаев у нас плохая медицина. И это, кстати, мне кажется, тоже очень серьезная проблема, приходящая к объективным сложностям, добавляющая вот эту субъективную составляющую. Эти стрелки специально были переведены, чтобы врачи стали гранины. Это очевидно совершенно. Кстати говоря, возвращаясь к вопросу о всех этих гомеопатиях, магиях и так далее, на Западе это есть, но там есть куда пойти кроме этого. Вот в этом есть достаточно. Я думал, что у них как у нас. У них есть все-таки медицина. У нас действительно она недоступна физически. Мало отличий, это хорошее признание. Потому что, ну, например, там вот, ну, не к ночи, где-то помянут Кира, там, ха-ха-ха-ха-ха. Холодница, если я правильно помню, чёрная Холодница. Значит, там-то ехать до райцентра нужно, ну, просто разговор такой на дороге. До райцентра нужно там несколько часов рано утром поехать. Приезжают уже там не рано. Значит, врачу попасть нельзя, потому что надо было записаться заранее. Заранее как записаться в компьютере. Значит, нужно переночевать, чтобы на следующий день. На следующий день не вернёшься, потому что автобус уже ушёл к тому моменту. И это 90% посёлков, и это не маленький посёлок, это нормальный посёлок. Вот, и это повсеместно, поэтому, кстати говоря, у посёлков меньше 100 человек, просто цифра, чтобы была тоже понятна, 80 тысяч официальная статистика. Думаю, что больше. Вот. То есть там никогда не будет никакой медицины. Вот те врачи, у которых 200 человек в участке, я их тоже видел, это будут на пенсии. Им просто додают, чтобы они уже дожили с этим участком. Потому что содержать их нельзя на зарплате, да? По нормативам ОМС там 1800 должно быть, да? Если я правильно помню, 400 или 300 посещений в месяц должно быть на врача, чтобы он получал зарплату в систему ОМС. Значит, вот те, кто работает с двумя остами, значит, это сплошные приписки, очевидные, да? Но они физически не могут. Ну, дорабатывают, потихонечку как-то живут. Хорошо. Значит, с одной стороны у нас есть вот эта система, где, как бы, у всех немножко неправильные стимулы созданы, да? Для населения, значит, особенно в сельских и больших городах, доступ к нормальной медицине у шанских стимулами. У врачей и гигантских... Больших тоже. Ну, в больших последних... Ну, в больших последних... Ну, в больших последних, да, в последние годы. Опыт для врачей, как бы, система тоже неправильно сконструирована. Вот эта гигантская бюрократизация и создание всех стимулов к припискам, потому что иначе невозможно, о чем вы рассказывали. Так, возникает несколько вопросов, да? С одной стороны, как такая система все-таки работает? Почему она, несмотря на все это, кого-то лечит? Почему так скорая ездит? Почему, не знаю, оберницы не подгорятся? Какие-то при приступе снимаются и так далее. Еще скорая на самом озере показала, что скорая не ездит. Она даже на телефон не отвечает. Ну, и что со всем этим, собственно, делать, да? Такая сложным образом организованная система, она подлежит лечению? Какому? Хирургическому, постепенному? Что тут вообще можно сделать? Ну, Барис, значит, я вообще во всех таких ситуациях, которые в нашей стране, не только с СИЗВХ, конечно, я говорю очень простой рецепт, да? Вот поставить диагноз надо правильно поставить диагноз. Давайте мы все-таки скажем правду. Потому что вот все, чем занимаемся, мы все, да? Начинает правительство, окончено нами. Ну, и как-то делаем вид, чтобы, как вы сказали, ну, функционер уже, ну, вот поликлиника. Ну, я схожу, мне там с пальцев кровь возьмут, я не знаю, там, роты примут, да, где-нибудь там, еще там чего-то, да? Ну, вроде примут. Функционер? Часто принимали у вас? Ну, я имею в виду в своей семье, моя семья. Но я от имени Среднева Российский Путин, который является все-таки женщиной, потому что женщина лучше. Так вот, я просто к тому, что вот какое-то вот это церковное боевующее настроение, почему бы сверху думать. Ведь надо просто... Я не загадываю результатов вот этой, как я говорю, общинациональной дискуссии. Потому что у меня есть своя точка зрения, есть люди с другой точки зрения, чем делать. Это как бы вопрос уже будущего. Вообще-то надо, условно говоря, ну, мы живем в стране авторитарной, где есть один только человек, который может быть что-то там, да? Вот этот один человек, фамилия Путина, должен быть сказать, ребята, у нас катастрофа. Вот заставах они плохо. Давайте хватит вот эти иллюзии. Я не являюсь сторонником Путина. Ну, я просто, как бы, мы живем в реальном мире, да? Вот у нас плохо. У нас довоохранение рубит все наши планы, как страны, там, это... Давайте мы организуем, когда мы этого не умеем делать. Это отдельная тема. Потому что у нас нет институтов. Нормально, в общем, церковные дискуссии ни в каком вопросе. Это мы видим сплошные имитации. Но это уже проблема нашей политической системы. Это отдельная тема, которую мы сегодня обсуждали, да? Но вот это единственный вариант, когда специалисты, люди, которые занимаются исследованиями, пациенты, между прочим. Ну, надо как-то понять, что вообще происходит у нас. Происходит, действительно, катастрофа. К нашему населению надо вызвать коллективную скорую помощь. Я вот так считаю. Вот просто вот, если говорить, чтобы было понятно, там, какие-то... В каком-то виде надо делать, это уже отдельная тема, да? То ли надо, действительно, бюджетное финансирование, там, увеличивать, по-другому тратить. Действительно, есть механизмы, потому что те деньги, которые идут в здравоохранении, небольшие. Ну, и тратить, конечно, эффективно. Поэтому все прекрасно понимают, и тут КПД очень низкий. Потому что, действительно, медицина живет, система сама по себе, мы живем сами по себе. Где-то иногда случайно встречаемся. Вот в этих, сколько там, миллиардов случаев, как мы случайно, вот случайно встретились и тут же разбежались. Да, к ввящему неудовольству и той стороны, и другой стороны. Вот. Мне кажется, вот этот, вот этот подход, правильно? А сейчас мы, конечно, можем тут поспорить. Я еще раз думаю, у меня есть своя точка зрения, что нужно конкретно делать с нашей системой здравоохранения, охранной дороги. Ну, вот тут концепты начали. Ребят, вы помните Егор Тимонович? Мы тут же сидим, с вами, да, проводим ФНГД. Одно из последних интервью, которое он давал, я помню, читал. Девушка там какой-то. Он ей тоже много чего рассказал, чего надо там, да? А он говорит, Егор Тимонович, а с чего надо начать? А он говорит, освободите телевизор. Вот, 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 вот. Выпустите на телевизор. Ставьте на топлив. Первый канал, второй и так далее. Это людей, которые не будут вот эту, внести какую-то ерунду и гладить пошелось. Ну, мы сейчас еще там здравоохранения где-то что-то подкрутим. Мы там еще какую-то там милиацию дали. Да, и все будет отлично, и все. Говорят, ну, надо бить колокола. Надо в колокола бить. Ну, вот, да, Паш, мы написали письмо от нашей группы. Это тролли. Я организовал тролли. Мы написали письмо нашим четвертым парламентским партиям, плюс я. Ну, о том, что, ребят, скоро выбор, но вы вообще в ваших программах. Ну, ответ понятен. Вы в ваших программах хоть что-то скажете по здравоохранению, по его важности, роль так. Это экстремент. В нашем политическом классе. То есть надо. Ну, что я должен сказать. Я пока открыл курс, надо отдать им должное. Я познакомился со слабуновой, надо отдать им должное. Вот. Но все остальные... Ну, КПРФ там, ну, что-то такое, честно, я вам скажу так. Ну, мы сейчас увидим предвыборную кампанию, где снова будет какая-то жвачка очередная, там, классическая, всех этих партий. И здравоохранение, здоровье где-то будет там, ну, хоть Дима. Все. Вы понимаете? То есть... Ну, надо право сказать. Правда лечит. Вот правда лечит. Вопрос. Вы говорите, как и все время состояние системы, так о катастрофической, национальной катастрофе и так далее. Если смотреть, если смотреть, например, фомовские опросы на тему удовлетворенности населения и здравоохранения, там ничего катастрофического нету. Вы говорите, секунду вещь, а именно с тобой нет. Вот полиция сейчас расскажет. Удовлетворенность даже не немножечко растет, там, как и в последние годы. Понятно, можно что-то там, так сказать, спросить про фромагажированность, но по некоторым вопросам я, так сказать, даже пытался от разработчиков какие-то гарантии получить. Мне говорят, опрашивают честно. Честно опрашивают. Борис. В чем? Секундук, секундук. В чем проблема? В том, что, значит, люди дороги или в том, что они как-то приспособились, не может быть ничего, никаких сверх, так сказать, услуг, от системы здравоохранения и не ждут, а в остальном рассчитывают на себя. Где-то они сами доплатят, где-то, окей, там, пойдут где нахрен, где-то еще что-то. Борис, ну, во-первых, вы говорите правильно, то есть какой вопрос такой ответ? Во-вторых, исследования разные. Да, я видел это Фома Скорее, кстати, наша нынешняя министра Скворцова, она это любит показывать, там, и Путину, по-моему, она где-то выступала и прочее. Ну, например, я видел опросы Академии народного хозяйства, которые тоже проводили. Там совершенно другие интерпретации, да, ну, Славис скажет. Да. Там совершенно другие интерпретации и совершенно другие результаты, даже в удовлетворенности. Я вам скажу честно, это ровно такой же, с моей точки зрения, собственный момент поддержки Путина 86%. Вот, 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 это ровно то же самое состояние общественного сознания. Потому что люди, я же сказал, люди не осознают масштаб катастрофы, который из себя выходил. Он осознается, когда у тебя лично что-то случилось. Ты не смог вылечить ребенка, и ребенок там, дай бог, или умер, или остался инвалидом. Тогда да, ты на своей судьбе. А вот когда вот большие числа, да ладно, ну как-то там чего-то. Значит, я бы сказал так, что последний, который я стал спрашивать о удовлетворении системы здравоохранения, это человека. Потому что он ничего про это знать просто не может. Он пока не столкнулся, пока не заболел и не стал умирать, для него все хорошо. Если я не трогаюсь диспансеризацией, не научу лечению сахарного диабета, все отлично. Когда у нас онкология подоруживается? Обычно. Да. Треть-четвертый стайл. Потому что до этого тебе не волновало, не волновало, все было хорошо. Да, и поздравлял. На самом деле, смотрите, у нас с 2002 года страховые компании обязаны все время опрашивать удовлетворенность на медицинскую помощь. И они все время показывают 96%. Как они это делают? Это делают очень просто. У нас специальный процент такой у нас. Да, да, да. У нас тут 96% последний. При этом ФСО, которое тоже отслеживает удовлетворенность, оно показывает стабильно 35%. Вот как бы да, такой когнитивный тесаноз. Вопрос очень хороший. Я все время говорю, а как вы опрашиваете? Человек, который собирается войти в кабинет, его спрашивают, ты доволен врачом? Я доволен врачом. Я доволен, а ты меня-то сейчас не пустят. Вы знаете, это действительно как поставить вопрос. Я на самом деле очень благодарна Эли Памфиловой, которая опубликовала хороший доклад. В последнем ее в этом докладе, доклад уполномоченного по правам человека, написано, что население волнует нарушение права на бесплатную медицинскую помощь, потому что я вам совершенно ответственно говорю, мы посмотрели, сколько люди платят за платные услуги, мало того, что никто не знает, что платно и что бесплатно реально, почему с вас берут деньги за эту услугу и почему с вас берут столько? Никто эту абсолютно неэластичную услугу не регулирует, что вообще говоря, вы полный абсурд. Вы можете сплатить любые деньги, если деньги будут идти о здоровье в вашем кресле. Поэтому это должно быть жесточайшим контролем государства. Это абсолютно нет. Поэтому люди не говорят, что право на бесплатную помощь волнует меня больше всех остальных нарушенных прав. И еще, второй у нее был опрос, разница между необходимым человеком для благополучия жизни и тем, что имеется для этого в настоящий момент личной жизни у человека. Так вот, 51% людей говорят, что вот это рассогласование это материальный достаток, а второе, доступное и качественное здравоохранение 47%. 47% населения четко говорит, что между тем, что у меня есть, и тем, что мне надо, колоссальный разрыв. Это совершенно другие цифры, совершенно другие вопросы. И не спрашивают прямо, довольны вы или нет. В принципе, здравоохранением никто не может быть доволен, потому что если меня не сделает здоровый и молодой, я не довольна. Естественно, я хочу быть молодой, красивый, здоровый. А мне тут какую-то болячку ведет. Это неправильно. Поэтому, в принципе, в системе здравоохранения все, что называется качеством медицинской помощи, удовлетворенностью, это вещи, которые вообще не нужно совершенно даже спрашивать. Система здравоохранения должна работать как пункт технического обслуживания. Но если вы свой холодильник или свою машину пережете, понимая, что новую купить дорого, то вы совершенно правы, наши собственные организмы мы не пережем. Мы, мне вчера прислали замечательную вещь, мы огромные деньги тратим на водку, на табак, на абсолютно неправильное питание, но при этом лечиться хотим бесплатно. Ну... Скажите. Совершенно верно. Насильно никому здорового не сделаешь. Я один человек добровольный, но с специализацией не приходит. Это не норм. Ну правда. Это во всем мире не норм. Но есть маленькие детали. Есть дети. Есть дети. Давайте мы не про нас говорим. А есть дети. Состояние детского здоровья у нас очень тяжелое. Очень тяжелое. Я вот думаю, коллеги, это подтвердит. Это просто может быть не очень видно, потому что ребенок там обитает 16 лет, у него это проявится, может быть, там, когда он уже будет студентом или взрослым. Но это все закладывается так. Трех лет. Ну, конечно. Репродуктивное здоровье, физические отклонения. Еще раз, слушайте, у вас прямо очень большой комплекс. Диспансеризация никому не нужна. Это еще нигде в мире не сработало. Не верить, что это сработает у нас. Профилактический осмотр, во-первых, это не диспансеризация. Диспансеризация в диспансерном наблюдении за заболевшими людьми. Это что-то другая тема. Мы сейчас говорим про профилактические осмотры. Они не работают. Это пустая рака, динь, синь и всего остального. Поэтому люди, которые, в общем, оценивают, что происходит, они не ходят. Могут, что она берется для общества рака, если ее нет. Перестань только. А ее нет в мире нельзя. Смотрите, стоят добровольцы на улицах южных стран с плакатами. Идите, значит, сделайте исследование своих родинок. Это что, потому что дистанциализация у них плохо работает? Да просто нет. Почему это в айфонах закладывается сегодня система дистанционной диагностики? Момография все-таки продлит. Момография доказана неэффективно. Доказана 15 лет назад. Не снижает ни наивку увеличивающих собрания. К сожалению, смертность от онкологических заболеваний действительно не снижается от того, что вы начинаете проходить дистанциализацию. Это совершенно так. Другой вопрос, что сейчас появляются в мире действительно реальные прорывные технологии, в том числе и диагностики рака. Так называемая жидкая биопсия, когда действительно в крови артельные клетки уже обнаруживаются. А мы, скажем, вот сидим на тесте ПСА, который вообще не нужен для дистанциализации, абсолютно вредит. А он у нас… Тест ПСА запрещен, да? В профилактической использовании. А у нас он идет где? Уже сняли. Слава. Вот. И вот на самом деле, к сожалению, онкологические заболевания – это заболевания, которые нужно лечить хорошими лекарствами, и сейчас они есть. Лечить хорошими технологиями. Для того, чтобы они были доступны, нужно все-таки с самого начала договориться, что мы не тратим деньги, извините меня, на… Ну вот пусть говорю совершенно апокрифическую вещь, но если человек со своим безумным онкоголизмом подъедает кучу ресурсов просто вот откровенно совершенно, и при этом несчастной там одинокой мамочке с онкологией уже не хватает денег на лекарства – это неправильный общественный договор. Почему я с этого и начала? Общество должно договориться, кому что, при каких условиях оно помогает общими силами, а кто что должен делать сам. Савтра начинается. Значит, общество надо… общество надо дефрагментировать на различные целевые группы. Согласен. Да, потому что вообще общества не существует. Есть некая… Значит, давайте вот разберем целевую группу отдаленных там поселков мало. Отдельный разговор. Может быть, там и не надо онкологией заниматься, потому что ну просто там нереальные выявить, да, только когда… Другая группа – это высокообразованные москвичи там какие-то. Пожалуйста, давайте здесь организуем совершенно другую систему. Не может быть единой системы в стране, да, по технологиям. Должна быть единая система здравоохранения. Вот это должно быть. Право. Её сегодня нет. Вот откройте английскую систему – национальная система здравоохранения. А где мне документ, манускрипт, где написано, что мы делаем? Мы лечим людей. Да, с этого начинается. Мы обязаны лечить людей там, охранять здоровье людей. И у нас этого ничего нет вообще. Знаете, как в Соединённых Штатах сейчас… Секунду, мы говорим уже о том, что делать. Так вот, в Соединённых Штатах сейчас для повышения эффективности, там, Обама-Кера или такой угодно системы, сейчас уходится так называемая система АМАК-систем, она так вот у них условно называется. Что это? Это вот уловно то, о чём говорит Пэр. Любая проблема должна быть таргетирована. 89 типов пациентов с их проблемами. Ну, например, там, избыточный вес, белый, там, образованный и так далее. Редкие болезни. Мы же таргетировали редкие болезни. Да, да, да. 89 типов проблем, да. Негритянка, там, с высшим образованием, но там, с диабетом и так далее. 89 типов. На эти 89 типов 67 типов реагирования. Как с этим человеком работать? Как поддерживать его жизнедеятельности, биологические возможности максимально на высоком уровне? 37 групп сестринских практик, каждая из которых знает одну-две вот этих технологий. И они работают с этими таргетными группами, эффективно поддерживая и снижая затраты, и работая, достигая результат. И вот эта система сейчас распространяется очень быстро. Она теперь будет, скорее всего, в некоторых европейских странах, может быть по другим названиям. Но это таргетирование проблемы и поиск решения максимально эффективного в эту депрогментированную систему. В одной стране, в которой мы с вами живем, где 85 разных стран, по сути, совершенно разными условиями, сделать одну стратегию, одну программу нельзя. Надо обязательно проблему классифицировать и искать лучшие решения, но только привязанные к России. Никогда не надо брать западные какие-то кальки. Это бессмысленно. Уважаемые коллеги, нам действительно пора перегонить потихоньку к вопросам и репликам из аудитории. Спасибо, это очень важная тема, которую вы поднимаете. А перед этим я все-таки попросил бы вас очень коротко сформулировать, к чему может прийти система, если все будет идти примерно так же, как идет. И какие-то, может быть, самые очевидные, с вашей точки зрения, действия, меры, которые надо было тут принять. Одна только маленькая разговорка. Довольно-таки много сегодня здесь прозвучало призывов к более жесткому госрегулированию и так далее. Но понятно же, что все, к чему наше государство прикасается, оно превращает не в золото, а в другой материал. Поэтому, может быть, тут лучше осторожнее. Если какая-то штука работает, то, может быть, лучше ее не трогать, чем ввести тут еще 25 видов лицензий, 38 видов стандартов и так далее, и так далее. Ну, смотрите. Ну, коротко. Да, да, очень просто. Ну, во-первых, как это не протоксальность, нашей системы здравоохранения уже ничего не случится, если ничего с ним будет происходить. В точке у них рефорума и прочее. Она уже дошла до дна. Ну, на следующее слово «добнула». Так вот она где-то там уже рядом. Ну, вот тихо стагмировать, ухудшаться в качестве, понятно, медобслуживания, в качестве врачей, их подготовки. Ну, в общем, ничего радикального там, все-таки, я думаю, не будет. Кстати, уже, я думаю, что из-за экономических проблем начнется снижение платной между прочей медицины. То есть, когда уже началось, да, то есть, если люди раньше, как год-два года назад замещали, то теперь даже и про размещение у многих семей, у многих семей, это небольшая проблема. Поэтому, как бы, страфический сценарий уже состоит. Вот я вот так скажу. А с точки зрения реформ, ну, я… Понимаете, в чем дело? Государство, конечно, все-таки здесь, с моей точки зрения, нужно. Мы же не обсуждали основное качество государства. Естественно, то государство, которое сейчас, никакие реформы провести не может. Мы это видим, на примере, пенсионные реформы, которые, в принципе, было неплохо задумано, но вот, может, и вот это. И много, конечно, много других совершенно нет. Поэтому, ну, черт с удать. Мы все-таки предполагаем, если взять идеальный вариант, что будет некое продвижение идти по всем направлениям, будет некий запрос, когда это нужно делать сейчас бы, как правильно сказал Греф в городе, да, где-то, по-моему, в прошлом году, что лучше бы вообще реформы не начинать, потому что они обречены за госуправление на неудачу. Поэтому не надо. Но если все-таки, когда люди это дело начинают, то, я считаю, в моей точке зрения, надо прежде всего понять масштаб проблем, который до конца не понятен, неизвестен. Да, конечно, это будет диспансеризация, по этому специалисту он понимает, но все равно надо понять, что реально происходит состояние здоровья населения, потому что, мне кажется, это и есть формирование общественного запроса, общественного интереса к системе здоровья. Оно какое? Оно на триллион рублей или на десять триллионов рублей, условно говоря. Это принципиально. Второе, когда это станет понятным, тогда станет ясно, действительно, вот это терпетирование, я знаю, да, и, между прочим, надо сказать, роль президента Аблана в том, что он прибегает в домохранение, она колоссальная, это для него приоритет, для него приоритет не развал там России, да, или там, я не знаю, оранжевая революция, а, между прочим, когда у нас начался кризис, еще в восьмом-девятом году, он настоял и имеет применение увеличения расходов на здравоохранение образования над спасавчивости капиталом. Поэтому государство, если оно нормальное, адекватное, контролируемое и так далее, и тому подобное, оно вполне, мне кажется, должно быть активнее в том смысле, что оно должно вытаскивать нас всех из этого дела. Как? Это уже, конечно, вопрос организации до выходения. Тут надо действительно, тут много технологических вещей и прочее. вот, поэтому, пока так, потом, когда-нибудь, лет там, через, там, пять, десять, пятнадцать, при нормальном развитии событий, я думаю, вполне могут возобновлять свои страховые принципы, но это зависит от макроэкономики. Уже, извините, нас сравнивать с Германией? Нельзя. Давайте нас сравнивать с Бразилией. С Чили. С Чили, ну, Чили, хорош, это очень хорошо. Да, 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 да. Ну, вот, понимаете, вот, это немножко другое. Мы же все себя ставим, мы же ездим за границу, там, наши люди лечатся, там, где-то все. Ребята, вы пойдите, полечитесь в Чили, там, в Бразилии. Немножко другая ситуация. Да, когда-нибудь, когда у нас будут нормальные зарплаты, нормальные доходы, с которыми люди могут сами платить, страховые взносы собираться и так далее, ну, можно переходить к страхованию, я считаю, от всех пор, израильным, добровольным, там, это уже надо обсуждать. Но сейчас, сейчас государство должно быть уполномочено обществом на то, чтобы произвести перелог в этой тенденции, которая у нас есть. Я повторяю, при определенных политических поступках. Я не идеалист. Вот моя такая точка. Спасибо вам. Ну, я считаю, что вообще, на самом деле, вот сейчас, когда мы действительно дошли, надеюсь, даже, надеюсь, не так, надеюсь, не дальше. Действительно, нужно просто систему начинать восстанавливать, и, прежде всего, конечно же, нужно ее максимально упростить, потому что то, как она сейчас запутана с точки зрения управления, просто добавляет в ней непрозрачности, сложности. Я имею в виду в том числе и страховые компании, которые в этой истории вообще как-то, это вообще что-то совершенно ненужное. Представьте себе, когда деньги сначала распределяются по территориальным фондам, от территориальных фондов по страховым компаниям, от страховых компаний по медицинским учреждениям, а потом попробуйте это все собрать назад и хоть когда-нибудь проконтролировать, не ушли ли они налево. Чем больше тумана финансового, тем сложнее потом все это собрать. Конечно, максимально упрощать, но все-таки начинать нужно действительно с понимания масштаба проблемы, то есть с аудита и наличия денег, и собственно самая программа, и обязательства. На деньги-то найдем. Конечно, конечно. Сначала определиться, у нас это самом деле, может быть, давайте определимся с объемом обязательств. В общем, население обещаем, можем ли мы себе это позволить, и потом, что очень важно, у нас уже население стало не таким однородным, каким оно было в 93-м году. У нас не только там 85 стран, у нас и население очень разное. Поэтому системы, которые есть, недоступны все. Одним она недоступна, а другим она не сервисна. Поэтому понятно, что выстраивать нужно не одну систему, как минимум две системы, которая действительно может быть там страховая и сервисная, бога ради, для кого-то, так как это делается в мире. В мире есть очень многие модели, вот конкретизация обязательств и под них выстраивание моделей. То есть нам нужно будет много перестраивать. У нас, у меня есть тоже свои собственные там соображения, что каким образом повышать эффективность этих расходов, и как формировать эффективную модель, в том числе и с точки зрения оптимизации сети и все прочее. Но это, конечно, разговор не здесь, не сейчас. Это разговор профессионалов. Об этом нужно говорить. Нужно действительно выводить обсуждения на серьезную базу. Потому что когда мы слышим, что жить стало лучше, жить стало веселее, тут возникает когнитивный диссонанс. Понимаешь, что как бы, ну да, когда уход в глаз, да? Врач уход в глаз. Вижу одно, слышу другое. Вот, поэтому, безусловно, начинать нужно с честного разговора и с честного аудита. И, в общем, с понимания того, что уже никогда не будет мне все даром. Уже нет на это. Кому-то нужно помогать. А кто-то нужен думать о себе сам. Нигде в мире ни у кого уже нет полностью бесплатного здравоохранения, для всех. И это, к сожалению, тоже придется признавать. Но давайте сделаем его хотя бы справедливо. Чтобы не было так, как у нас происходит. Если ты богатый, то тебе доступно. Если ты бедный, то тебе не доступно. Кстати, западные системы получают минус. Если ночью к бедному человеку не приехали, к богатому приехали, снижается рейтинг системы здравоохранения. Уже справедливость, как я сказала, это второе важнейшее свойство общественной системы здравоохранения. Мы ее вообще даже не строили. Мы даже не задумывались о том, что это важнейшая функция. Вот эту историю забывать нельзя. Спасибо, спасибо. Это очень важно. Евгений Павел. Давайте я, может быть, очень кратко скажу. Потому что я бы хотела вернуться к тому, что я сказала в самом начале. Во-первых, мне не кажется, что наша система здравоохранения находится в каком-то не ужасном дне. А второе, что любые наши, самых экспертных из экспертов, самых интеллектуальных, самых компетентных разработчиков каких-то реформ с ответом на вопрос, что делать, они дадут тот результат, который мы запланировали. Потому что у нас, с одной стороны, сама система здравоохранения обладает очень большой инерцией, а система здравоохранения у нас, соответственно, время создания. А с другой стороны, у населения, вот в отношении к здравоохранению, к своему здоровью есть также большая инерция, которая никакими реформаторскими нерами не решается. Пошли-ка, давай. Иди. Ну вот, я должен извиниться, я так понимаю, что я не то, что Бочкарёва никто не понял, что ли? Что? Бочкарёва, с чего я начал. Не была реклама за качество пива отвечу Бочкарёву. Он на прошлой неделе умер. Грустный анекдот получился. Просто, поскольку все забыли уже, то я... Мы не поняли, про какого Бочкарёва поговорить. Ну, что делать? Вы решили, что про психиакт. Я как раз про качество. Значит, ну, я тогда таким фрагментом. Первый план – национальная система здравоохранения, да? Она на одной стороне расписана, что и как. Она должна быть нацелена на больного человека. И она должна быть подчинена, да, субботу для человека, или человек для субботы, да? Все-таки вот для человека. Второе. Значит, конечно, система медицинского страхования должна быть забыта, закрыта, и с ней делать нам нечего. Система финансирования должна быть государственной, не по душевой, а по отдельным направлениям, о чем мы уже сказали, по отдельным фрагментам. Самое главное, что должно появиться в системе, то, что есть во всем мире, чего нет у нас – это врач. У нас сегодня в законе службы врача отсутствуют. Просто нет такой функции. Так же, как и медсистема. Нет, просто и все. Значит, во всем мире у нас есть врач, у врача есть лицензия, и врач работает самостоятельно. На десяти работах, в трех уездах – это в него дело. Если успевает – сколько хочет. Не успевает – не хочет. Уезд его содержит, или муниципалитет, неважно, там, где он – ради Бога. Значит, он сидится с десятью стариками, и его хватает. Значит, единицей системы здравоохранения должен стать врач или медицинской системы. Это принципиальнейший вопрос. Если мы этого не сделаем, то мы ничего не поменяем. Сколько бы мы не ломали. Дальше. Конечно, должны быть стандарты. Это очевидно. Весь мир работает сегодня только по стандартам. Вы не можете шагу сделать мимо стандарта. Хотите называть клинические рекомендации, как угодно. Это неважно. Но все работают только по ним, потому что в них собраны лучшие практики, прошедшие оценку медицинской технологии. Это специальный систематический обзор по каждому пункту. И врач получает эту информацию в виде бумаги, он знает, как ему поступать. Без этого дела деваться тоже нет. И третье. Это информатизация. Значит, вот мы сейчас ведем проект уже в нескольких регионах. Он начинается. По доврачебному парамедицинскому доме, без сестер для обеспечено. Парамедики из домовых хозяйств работают с пациентами в малых деревнях. Выявляют заболевания, выявляют, делают профилактические осмотры. Это фантастическая история, как это работает. Это фантастическая история, как это работает. Это вообще не чудесная история. Это три копейки. Это смартфон, друблемометр, сахарометр, значит, определение кислорода и температуру. Все. И опросник. Ну, опросник есть. Вот. Ну, у нас вот сейчас по первому же опыту 85% населения страдает гипертонией. 85% населения. Представляете, что это такое? Да? 65% хронической абстрактивной болезни. Вот. Так что... А? Я говорю, потому что появился аппарат для измерения на регионах, поэтому... Ну, не совсем так, нет. Там более сложная конструкция, неважно. Ну, важно, что мы... Вот вы говорите, что, что, чем болеют, да? Вот мы вам можем сказать уже по одному региону. Таких целевых исследований можно сделать в нескольких регионах. Это совершенно необязательно сплошняком всю страну смотреть. Потому что это можно выбрать определенной группой. Там, малый город, малая деревня, там, еще что-то такое большое и так далее. Ну, вот. В двух словах примерно так. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. А так, можно начать с вашей репутей про дискутеризацию, да? Мы как раз честно применяем какую-то часть правила говорили. Скажите, что вы еще? Я просто не интересная здесь была, что вы говорите, что дискутеризация на сфере, с вами, по сути, по своим параметиками, вы проводите менее дискутеризацию. Мы проводим профилактический осмотр для того, чтобы выбрать больных с хроническими неинфекционными заболеваниями совершенно топорная задача. И наладить мониторинг их не было. Почему это, почему это дискутеризация, в том числе школьные? А потому, что вы не знаете, что это будет дискутеризация. Я идем из СМИ, с удалом. Отлично. Вам выявили заболевания? Да. Такие же. Вам поставили диагноз и взяли на дискутерный учеб? Вами теперь занимаются? В советское время, да? Нет, в советское время были профилактические осмотры. Мы спорим о том, что для того, чтобы нам заниматься эпидемией хронических неинфекционных болезней, мы просто не в курсе наших устремлений, да? Есть хронические неинфекционные болезни. Их всего. Сердечно-сосудистые, хоббл, сахарный диабет и опухоль. И 4 штучки всего. Все остальное нас не интересует. Опухоль мы не выявим с помощью смартфона. А эти 4 заболевания мы выявим. Вот и все. И возьмем этих людей уже над силами парамедиков, под наблюдением, под диспансерное наблюдение, под мониторинг хронического заболевания. Добрый вечер. Спасибо огромное. На самом деле, это первая публичная дискуссия по реформе медицины, в которой я присутствую. На самом деле, говорить буквально отдельное спасибо. Потому что еще 3 года назад нам отказывались приходить и обсуждать реформу медицины в интернете, потому что это узкоспециально и не надо это обсуждать. Кто отказался? Кто отказался? Да. Ну это лично Лариса Дмитровна вам лично отказалась. Да. Мы все время дискутируем. Но, на самом деле, Евгений Штенович абсолютно прав, что это нужно обсуждать. Ну, то есть, если все равно реформу обсуждают, коллеги Дмитровны, то реформа медицины не обсуждается нигде. Ни бардока, ни одной статьи, ни в верности. Может быть, в узкостационных журналах это есть. Но хотя бы чуть-чуть расширить круг не на аудитории первого канала, но хотя бы на те 2 миллиона экономически активного населения, которое думает об этом. У меня еще один вопрос. Кто-нибудь в районную поликлинику, не ДМС или ДМС, а в районную? В районную поликлинику кто-нибудь? Куда? В районную поликлинику. ОМС. Я вообще не лечусь. У меня не лечусь, а у нас. Я считаю себя здоровыми, мне хватает знаний. А вопрос у нас проявилось. У меня друг недавно лежала в центральной клинической больнице. Вы, я думаю, знаете, что это такое. А потом я в силу обстоятельств попал сначала на Альцинскую больницу, а потом в обычную району Плесмей. В параллельно с хорошей больнице, а потом решил стоить в обычную. Скажем так, из 12 минут, которые положены на осмотр, на меня смотрели две минуты. Десять минут? Четыре. Две? Две. Две минуты на меня смотрели из 12. В 10 минут заполняли ту самую информационную систему. Ни от чём. Вот простите меня, не нашли ничего? Потому что ДМС, когда я оплатил хорошие деньги, не нашли там всё, что нужно, да, и лучше. Не-не-не. Там... Чем больше платишь, тем больше находит. Это, знаете, система принцип ДМС. Нет. Ну как, если вы медицину ставите на деньги, то вы будете болеть с утра до вечера. А теперь, собственно, у меня вопрос. Опять же, Лариса Смитровна, вот вы против страховых компаний, против, там, того, что было всё непрозрачное. А когда закупались томографом, в общем, всё было довольно прозрачно, и страховых компаний, которые окончили эту историю закон. Может быть, стоит устраивать систему экономических стимулов для агентов, да, и страховые компании отдельно, врачи отдельно, и государство, ну, как отдельно, да, административную систему стимулов для этих агентов, а не говорить, что упрости. Потому что административная система здесь не работает. Если нет именно стимулов, система стимулов, то это всё бесповерно. Ну, вы знаете, вот, конечно, даже правы. Потому что, когда создавалась такую систему, УМС и страховые компании в неё хватились, то предполагалось, что они-то как раз и будут вот теми самыми заинтересованными странами, которые будут сводить врачей, которые всё знают, пациентов, которые не знают ничего, а они вот будут судить так, чтобы вот те, кто знает, не разделить те, кто не знает. Вот типа они должны были выполнять вот эту функцию адвокатов ПЦФ. Ну, и я довольно долго как бы сама отстаивала идею, что нужно обязательно двигаться, что страховые компании являются интегратором, они помогают, много чего делают, да. Но когда в 2010 году страховые компании, они уже даже не биллинговые компании, они уже теперь даже счета не готовят. Знаете, что они сейчас делают, да? Они дают заявку, собирают в медицинское учреждение, дают заявку на финансирование, получают деньги, передают финансирование, остаток возвращают. Вот эта вот функция вообще ни о чём. Как бы они должны заботиться о пациенте. Забота о пациенте, адвокатура — это деньги. Они не должны потратить. Но у них есть право оштрафовать медицинское учреждение постфакту за дефекты. И вот получается, что по их данным 53% медицинской помощи дефектная. Часть денег, которые снимаются с медицинского учреждения, страховые компании забирают себе. Такая мёртвая петля с откатом. И сколько бы они ни работали, они всё время 53% дефектов находят. Им неинтересно уменьшать количество дефектов. Качество медицинской помощи не меняется. Институт никак не влияет ни на вашу, ни на нашу защищённость, ни на качество медицинской помощи, но при этом хорошо себе существует. Могу вам сказать по секрету большого Большинеля, что только две ОМС-ных компаний не имеют аффилированных компаний в офшорах, либо не имеют просто зарубежных акционеров. И получается, что мы нашими социальными деньгами сейчас вот этот институт кормим и покрываем убытки западных акционеров деньгами наших пациентов. Я вот сейчас... Какая у нас не русская компания страховая? Не русская? Ну и русских у нас очень много, на самом деле. Альянс у нас тоже абсолютно нет. Честно, скажите, какая? Альянс? Росная МС, конечно. Да, безусловно. У нас единственная... Все знают, что это немецкая страховая компания. Им отличная работа. Отлич. Лучше некуда. Нет, просто смотрите, да, давайте вот сравним... А что она делает? Отлично. 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 Вот смотрите, сравните статистику по ОМС и ДМС. Количество дефектов и количество жалоб. Там же есть большая разница. Потому что в ОМС там очень много, как правильно сказали, о рефейции, да? А по ДМС там уже не происходит, потому что там, простите, ну есть... О чем работа страховой компании в системе ОМС? Что такого она делает по выдаче в Ампулюс? Сейчас, когда реально деньги, по крайней мере, распыляются эффективно, не используются, правда, денег, ну 10% это сколько мы можем тратить, но расходуются они крайне меньше. Вы предлагаете бюджетные средства, сейчас, одну секундочку, вы предлагаете бюджетные средства направить на прибыль страховых компаний. Нет никаких бюджетных денег, у нас деньги налогоплательщики. Простите, пожалуйста, у нас бюджет платит система МЭС, бюджет, есть платежи прямые, да, на счете деньги вы собираетесь положить в прибыль страховой компании, потому что ДМС это прибыльные компании. Они работают на собственную прибыль. Когда они отслеживают, они отслеживают. Он к кому? Он, простите, это драйвинг делает или он это делает в себе в офшор? А вы не знаете по какой цене именно сколько мы там, кто? Знаю. Три конца. Вот. А сколько народу посидело с этими томографами? А какое отношение это имеет к системе или ДМС? Я не знаю, вы что-то профсиорит. Нет, я про то, что неправильная система стимулов для страховых компаний в рамках ОМС не работает. Ну, все, мы с этим согласны. А зачем мы с вами должны заботиться о стимулах страховых компаний вместо того, чтобы заботиться о стимулах врачей и пациентов? Мы про профессионалов говорим, а не про страховые компании. Ну, должен же быть арбитр между пациентом и врачом. Кто это? Ну, таких арбитров можно найти десятки. А раньше кто был? А кто в Англии арбитр? А кто в Германии, там нет страховых компаний? На самом деле у нас с вами есть территориальные фоны. Поэтому у нас система избыточна. Территориальные фоны идут вслед за страховыми компаниями и делают точно такую же метаэкспертизу. Зачем тогда нужны территориальные фонды? Значит, есть система индикаторов качества, да? Она разработана в мире давным-давно. Совершенно верно. И у каждого врача, у каждого заведующего отделения, у каждой больницы, у каждой поликлинике эти индикаторы есть. И вы работаете по индикаторам. Не надо стоять над каждым врачом и над каждой медсестрой смотреть, как укол или призму делают. Это бессмысленно. На выходе у вас должно быть количество того-то, того-то и того-то. Вся индикация существует. И элементарно можно взять, перевести на русский язык, адаптировать, валидизировать, пожалуйста, и работать. И для этого никто не нужен. Никакая. Николь последний. Почему не сделан, это не к нам вопрос. Мы это предлагали, мы об этом писали много раз. Статьи мы переводили часть этих критериев. А где это написало? Нет, подождите, вы ни о том сейчас не надо. Не мельчите. Понимаете, вот если мы начинаем контролировать каждый шаг врача, то есть контролируем процесс, да, тогда нам нужны контролеры страховые компании, контролеры за страховыми компаниями, контролеры за контролерами страховых компаний и так далее. У нас теперь новая специальность принялась контролера. Да, у нас теперь с вами будут страховые представители, которые будут еще что-то непонятно делать. Понимаете, у нас с вами создается система, которая работает сама на себя, бег на месте, процессная система. А если вы ориентируетесь на результат, то вам, вы 10 лет учили врача. Вы ему либо доверяете, либо не доверяете. Он либо призывал, либо... Он не знает, что он ее подтверждает. Не нужно каждый шаг ему доверять. Вы либо тогда вы сами садитесь на прием. А если вы хотите, каждый раз приходите спрашивать, а как ты сделал, а я тебя проверю здесь, а я вот посмотрю, и так записал, это зачем? Мы не верим своим врачам. Я об этом тоже говорю. Мы действительно не верим. Мы создаем систему, в которой врачи говорят, елки-палки, я столько учился, я хочу быть врачом, но вы меня выдавливаете из профессии. Для того, чтобы врачи работали нормально, должны быть рекомендации или стандарты. Он должен знать, как он должен лечить. Ориентируйтесь на результат. Это элементарные вещи, по результатам все оценивается. Если на этом участке из-за 400 человек, например, 400 человек, 20 у вас диабетиков, и если у них уровень сахара в течение трех месяцев не снизился, плохо ведут диабетические... Это статистика открыта? Пожалуйста, конечно. Конечно. По всем участкам? То есть я могу в своей полиции? По участкам нет, а она... Да вы ничего не можете, у нас нет индикации. Индикация должна быть. А вообще заболеваемость, естественно, у нас есть с вами статистика медицинская. А цена уже, соответственно, по законченному клиническому случаю. Ничего подобного, вы ошибаетесь. Индикация есть текущая по законченному случаю. Какой у сахарного диабета законченный случай? Никакого. Но вы должны провести несколько раз в год определение кликированного гемоглобина, и заглянуть ему раз в полгода или раз в год, не помню сейчас точно, в глаз. Но это вы сейчас про стандарт говорите, я не имею в виду. Нет, это индикатор качества. Вот у вас есть 20 человек на участке, значит, 20 раз в год вы должны были заглянуть в глаза и там, я не знаю, 60 раз в год посмотреть кликированный гемоглобин. Открываем журнал лабораторных исследований. Чего там? Вот вся индикация. Это элементарные вещи, они все продуманы и просчитаны уже. Есть интегральные показатели, которые, это процессные показатели, да, то есть он никакого результата не дает. Но мы знаем, что если мы смотрим кликированный гемоглобин, значит, мы знаем, компенсируем диабет или некомпенсируем. Вот и все. Нам ведь от здравоохранения нужно с вами, а здоровение, нам нужен результат. И мы для этого специально обученных людей сажаем. Зачем же мы после этого начинаем ходить за ними и каждого еще контролировать, и, ну, я вообще не понимаю, либо есть система, либо нет. Сейчас. Ну, поэтому тоже есть результат. Соответственно, если у человека регулярно контролируется, он живет долго. Естественно, но по продолжительности жизни мы не можем конкретного человека судить. Тем более по... Вообще, тем более по ожиданиям продолжительности жизни, а показатели, которые страшно у вас любят. Ну, понимаете, еще раз, я хочу все-таки сказать, что есть готовая модель, матрица. Ее можно взять, прочитать, перевести на русский язык. Она вся в интернете лежит. И этим воспользоваться. Ее надо перерабатывать под наши условия. Безусловно. Шаг за шаг. Но все есть. Не надо изобретать велосипед с квадратными колесами. А в качестве образца вы смотрите на кого, на Германию, на Китай, на... Ну, мы используем американские. На самом деле, самый продвинутый в этой области – это американцы. У них аккредитация началась, у них и стандартизация наиболее продвинутая. Но я хочу сказать только, что, например, немцы взяли нашу систему стандартизации. Мы обучали все руководство немецкого здравоохранения здесь, в Москве. И они у себя приняли, и сейчас это развеют активы. Последние реприки. Я прям две реприки и иллюстрации, можно сказать, если можете вы прокомментировать. На прошлом деле присутствовал при разговоре с гражданом Германии. Немка, она из Малица, и наша соотечественная церковь была упустили. Они начали обсуждать разные системы здравоохранения, но на каком, на обывательском уровне. То есть без стандарта, там еще что-то. И комментарий русской женщины было, что да, у нас сейчас прогунулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией попруга. Немка рассказала, что ей маму 85 лет про оперирование сердца. Операция стоит 25 тысяч евро. Я спросил, а сколько вы их потратили? Или мама сказала, ничего, это как парковку попробуй. На что русская сказала, у нас, конечно, 85 лет, никому на сердце операцию делать не буду. Да вы что делаете? На Углубницке. Да вы что делаете? Не знаю, как у нас делается. Я, второй пример, это моя тетя в Краснодаре, который большой город, да? Она проходила обследование, что-то, я не знаю точно подробности, она не подробностей говорит. Ей назначает МРТ в феврале, очередная МРТ в июле. Она в отеле ложится на операцию, ей делать операцию, слава богу, все хорошо, но вот июня уступает послезавтра. Значит, смотрите, это то, о чем мы вот, Сергей Дмитриевич, говорили, что у нас все есть, но не очень досколько. То есть у нас МРТ есть, сделают, но не совсем, в Германии сделают тогда, когда это установлено в неких стандартах, да? Эти сроки расписаны, там нельзя по-другому. В Великобритании тоже подождать? В Великобритании, и, кстати говоря, в Австралии придется, и в Канаде подождать, потому что там и социалистическая система. Ну, все равно там будет быстрее, да? Если бы там есть экстренные показания, сделают, а у нас будут вытягивать деньги. Потому что наша система нацелена на получение прибыли в карман, да? Как повезет, где, как? Где? А где не будет? В Московской области, например. Ну, в Московской области, да, в Москве. А в Москве полгода МРТ катает, как одна, и никто делает, не будет. Вот, поэтому это, так сказать, совершенно понятная иллюстрация, она соответствует, но у нас есть это все, мы можем сделать. А как этого добиться? И как добиться справедливости, как мы говорили, это большой вопрос. Но все-таки цены регулировать, это неправильно. Мы уже на лекарства... Цены на что? На платные услуги? Да. Неправильно? Есть рынок. Какой рынок? Рынок? Медицинская помощь? Ну, хорошо, мы лекарства уже дорегулировали. А что мы дорегулировали на лекарства? А разве в ней вы можете купить лекарства? Мы на лекарства? Не-не, подождите, вы ответьте на вопрос. Нет, там дают бесплатно. Там бесплатно. Да. Значит, там цены регулируют на лекарства? Ну, ноль это что, регуляция цены? Это для вас ноль, а для государства? Конечно. Там цены очень жестко регулируют. Есть система ценообразования, референтные цены, договорные цены. А цены на лекарства регулируют? Обязательно. Послушайте, у нас есть система УМС, все цены есть, все обязательно монетизируется. Все тарифицируется. Как раз это не вопрос в тарифах. У нас отсутствие регулирования цены, вы заплатите любые деньги. Это товар такой же, как наркотики, такой же, как лекарства. Почему во всем мире он должен быть регулирован? Конкуренция должна быть в качественных деньгах. За условия. Вы можете выбирать условия, и они могут вам ставить какие угодно. Простите. Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я совершенно поражен тем, с какой страстностью проходят наши сегодняшние дискуссии. О сцене и между сценами и залом. Если это касается любых разговоров про острова охранения, я впервые манерировал разговор на эту тему, то под большим вопросом организации общенациональной дискуссии, которую Евгений Шеевич предполагал, как разговаривают, когда все специалисты, все сталкивались, все что-то знают по своему собственному опыту, по опыту родных, близких, друзей и так далее, но в то же время, видимо, не осознают каких-то более скрытых механизмов, как цены образуются, рынок, не рынок и так далее. Может быть, нужна до дискуссии сначала какая-то образовательная программа, вообще разъясняющая, как это все устроено у нас, как это все устроено в мире и так далее. В любом случае, безумно интересная беседа, и давайте будем ее перечитывать, как мы в следующем году продолжим тему. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Спасибо.